Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. Мастерский подход. Сегодня в столице чествовали 44 минчан, лучших в своей профессии. Они стали победителями конкурса «Минский мастер-2012». Итоги традиционно подводят в преддверии Дня города. Участие в состязании приняли почти 23 тысячи работников. Это проводники, электрослесари, токари, учителя, озеленители, водители, строители, обувщики, банкиры и многие другие. Работники наших предприятий города ждут этого конкурса, ждут, кто станет победителем, потому что они отдают этой профессии, отдают этому свою жизнь, свое умение, талант. Они воспитывают детей, многие из них продолжают их дело, поэтому этот конкурс очень важен. У нас очень много талантливых людей, которые не боятся не сдавать теоретические экзамены, не практические, и готовы выполнять самую сложную работу. А люди – это самое большое богатство нашего города, и я искренне желаю, чтобы у них самих было больше праздников и больше радости от своего труда. Не собираюсь на этом останавливаться. Я иду дальше, я стремлюсь совершенствоваться в дальнейшем. Для меня это престижно. Ожившие скульптуры, летающие мобильники и спортивные рекорды. Чем этот день города удивит минчан, знает Вероника Перепелкина. Без машины времени окунуться в атмосферу нескольких эпох минчане смогут на площади свободы. Здесь запоет даже балкон. С 12 часов дня со второго этажа ратуши будет литься популярная музыка в исполнении оркестров. Следом ритм подхватят коллективы классического жанра. Декорациями станут живые скульптуры про образы работ Владимира Жбанова. Их трупы уже вечером дополнят актеры театра. Найти же свою любимую пьесу каждый сможет на выставке книги 2012. На площадке у кафедрального собора развернется масштабный пленэр. Детские шедевры на глазах у посетителей будут создавать более 120 юных художников. Убертюрой праздника около национальной библиотеки станет выступление эстрадных артистов и хоров. Рядом горожане смогут услышать звуки моторов гражданской техники, а также познакомиться с инновационными и архитектурными проектами. Те же, кто идет в ногу со временем, получат возможность оставить в прошлом свои старые телефоны. В 13.00 здесь состоится 10-й чемпионат Беларуси по метанию мобильников. Выплеск адреналина желающие почувствуют практически в любом районе города. Однако основные силы физической культуры будут сосредоточены именно на этом месте. Дресс-код возле Минской арены исключительно спортивный. Праздничные состязания минчан закружат во время велопробега и международных соревнований по фигурному катанию на коньках. Эстафету продолжит турнир по борьбе. На призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведева он пройдет по дворце спорта. Площадка возле тоже превратится в соревновательную арену. На ней зрители увидят праздник альтернативных видов спорта и танцевальный молодежный интерактив. Необычный марафон проведут и столичные музеи. Расширит свой формат уже привычная взором горожан выставка на Якубоколоса, посвященная 125-летию со дня рождения Марка Шагала. Созерцать артработы при ночном свете предлагают национальные художественные и музеи современного изобразительного искусства. Вероника Перепелкина и Андрей Зарецкий, телекомпания СТВ Уроки патриотизма в Первомайском районе сегодня открылся центр допризывной подготовки. Здесь старшеклассники будут познавать азы воинской службы, тактику выполнения боевых задач, правила оказания первой помощи и приемы обращения с оружием. Для этого оборудованы пять профильных кабинетов и настоящий стрелковый тир. Необходимость растить и воспитывать личность гражданина Республики Беларусь, она начинается еще со времен школьных. Это знание законодательства Республики Беларусь в оборонной области, это структура вооруженных сил, это подготовка его как в физическом плане, так и в моральном, нравственном и психологическом развитии. Учебный год с громким стартом. Патриотическая акция «Я – громадянин» объединила более полутысячи ребят. Среди них не только минчане, но и победители республиканских олимпиад со всей страны. Акция прошла на открытой площадке Дворца детей и молодежи. Ребята подготовили концерт, смогли поучаствовать в спортивных конкурсах. Очень рада, я и мне очень нравится выступать за городскую организацию нашу, пионерскую. Это замечательно, это очень большая гордость для нас. Главная задача всем образования – воспитать гражданина, патриота своей страны. Я думаю, что это новый импульс для масштабных мероприятий на ближайший учебный год. Праздник стартовал. Необычный сюрприз ожидал минчан в конце рабочего дня. Площадка возле универмага в центре города превратилась в настоящую сцену. Зажигательные народные песни не оставили прохожих равнодушными. Кто-то останавливался посмотреть импровизированный концерт, а некоторые даже успевали запечатлеть действовав на фотокамеру. Здорово идешь, да. Погода как бы не очень сегодня. Но замечательное настроение, глядя на все это. Вот смотрю, люди все останавливаются, даже детям интересно. Премьерный показ «Телевизионная башня на Коммунистическое» предстала в новом свете. Пробное включение организовали этим вечером. Световую инсталляцию в полной красе можно будет увидеть уже завтра. Гирлянды растянутся на всю высоту сооружения, а это ни много ни мало – 125 метров. Встречаем осень и впредвкушаем бабье лето. Подробнее настроение погоды узнаем у главного специалиста по прогнозам Дмитрия Рябова. В выходные дни, к сожалению, в нашей столице ожидается прохладная, пасмурная и ветреная погода. В субботу, ночью и утром прогнозируется бессущественная осадка. Днем и вечером ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночи ожидается плюс 10-12, днем плюс 15-17 градусов, к вечеру плюс 10-12. В воскресенье ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем бессущественных осадков. А температура воздуха днем плюс 15-17. Поздравляю всех жителей нашей столицы с праздником. Желаю отличного настроения, удачи и береги себя. Выходные обещают быть богатыми на впечатления. Как минчане планируют провести праздник, узнаем в нашем опросе. Пойдем в парк Челюскинцево, родной парк. Он рядом с нами. Там много людей, много деток. Мы часто с правнучком гуляем там. У нас мероприятие, так как я работаю в библиотеке, филиала 19. И мы вам на мероприятие на Кубаколосе. Естественно, хотел бы, как и на любой праздник, увидеть какой-то праздничный салют и посмотреть. Это феерическое шоу, может, какое-нибудь и прочее. Хотел бы, конечно, побывать на каком-нибудь большом концерте. Просто расслабиться, отдохнуть, провести время с друзьями. Буду здесь, в городе, в центре, получать удовольствие от нахождения в Белоруссии. Праздник же города. Пойдем на праздник. Я живу близко для библиотеки. Пойду туда на праздник. Мы планируем выйти в город, погулять со всем городом и сходить в кино. С детьми и женой. Новые городские подробности в понедельник в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкарова. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова